Всем привет! Леонид Котвицкий, мотоблок 12 лошадный дизельный тяжелый, впервые в этом году. И вот у нас фреза. Активная фреза, которую я купил бэушной, доделал и она уже должна приступить к работе завтра буквально. Еще все мокрое и грязное, но некоторые вещи надо делать уже. Итак, что я в ней доделал? Ну, выпавших было несколько лопастей. Заменил, как видите, здесь покрашенные так. Значит, в одном месте были лопасти, две повернутые в одну сторону, они же должны чередоваться. Но почему-то были две повернутые в одну сторону. Тоже заменил вместо той неправильно смотрящей. Ну и о самих лопастях должен сказать, что форма тех, которые я купил, они и недорогие какие-то. Видите, вот они покрашены. Вот их какая форма. У них тяжелый кончик. И сравните их с вот этими узенькими, тоненькими. Ведь эта часть будет очень быстро срабатываться. Почему-то вот такие вот узенькие, тоненькие. Вот, сравните с этой. Вот этой, да, настоящей, так сказать. Так, хорошая такая шашка рубящая. Так, значит, сабля. Скорее. А вот это такой узенький клиночек. Вот. Эти понравились больше. И к тому же в этих расстояниях от кончика до оси, значит, 15 сантиметров я уже замерял. А здесь получается 17 с половиной. Отсюда до оси. 17 с половиной. Вот. И они будут глубже брать. 17 с половиной. Это уже на уровне обыкновенного мотоблочного пушка. Да и многие трактористы сейчас тоже пашут на такую глубину. Уже, по-моему, никто не пашет сейчас на 30, как когда-то после мода с кировцами. Далее. О ширине я говорил. Ширина. Значит, я говорил, что фреза слишком узкая. Если брать по вот этих лопастях, обычно крайняя лопасть только одна. Так, нет пары. Только одна. Вот. То по этих краях загнута вовнутрь. Так вот, если брать по этим крайним, то расстояние 83 сантиметра. И мне это мало. 12 лошадный мотоблок и чистая рабочая площадь 83 сантиметра. Я добавил еще по паре. Приварил вот эти держатели. Так. Вот. И добавил по паре лопастей, глядящих наружу. Они, получается, от края до края той лопасти, значит, 92 сантиметра. Ну, 90. Ну, это уже более-менее прилично. Хотя край будет немножко, как бы, раздолбан. Когда крайняя лопасть смотрит строго вовнутрь, то, как бы, будет уже четко ровный край. Здесь будет чуть-чуть нечетких 2-3 сантиметра. Ну, это не принципиально. 90. Как на меня, это уже больше. Не мешало бы и метр. Но попробую пока так. Посмотрим. Еще. Почему-то, вот это я все, да, у меня бэушная фраза. Но такие приколы могут попасться и на новых. Смотря как их сделали. Потому что вот эти лопасти, они явно новые. Так они не то, что там не совсем сработались и их обрезали. Нет, видно, что они такими уже и выпущены. Это один момент. И не слишком длинные. И почему-то здесь было сделано так, что лопасти внутренние смотрят. И одна сюда загнута, и другая загнута наружу. Я вообще не понял этого прикола. Это ж какой промежуток. Он и так. Здесь есть промежуток, который занимает серединка. Серединка. Так здесь может оставаться необработанный кусок почвы. А тут еще лопасти загнуты почему-то наружу. Что одна, что другая. И с той стороны точно так же. Только наружу. Я это дело переставил. Поставил здесь две новых. И они, когда уже работают, при этом они не зацепляют редуктора. Все-таки не достают. Но когда они прикучены так, чтобы имели небольшой люфт. То уже между ними промежуток не такой уж и большой. Сантиметров, ну я знаю, 8-9 промежуток. Как между ними будет оставаться. Но есть еще одна такая вещь. Так это называется пятка. Пятка активной фрезы. Так, значит такая вот вещь. Она здесь такая плоская внизу. Чугунный такой кусок. Цепляется сюда. Продается. Цепляется. Можно и самому сделать. Если вдруг обломается. То я уже на будущее сделаю себе саму. Ну, значит смысл этой штуки какой. Она клинит почву. Посерединке она идет вперед. Расклинивает эту почву. Несколько сантиметров расходятся в стороны. Так, такие два получается пласта расходящиеся в бока. А там в бока они попадают под вот эти вот лепестки. Так, и они их и разбивают. Эти пласты, которые вбок пошли. И они же их и назад загоняют обратно. И получается серединка обработанная практически полностью. И так, когда фрезы идут, то обычно смотришь. Вот смотришь по полю, когда прошли фрезы. Кстати, это вид спереди. Вот сюда они будут идти. Так, то когда фрезы идут, смотришь. Ну, вроде не видно необработанного куска. Так, сверху все обработано сплошняком. И это хорошо. Не надо идти по два раза, чтобы потом специально этот промежуток обработать. Но есть подозрение, что в земле могут какие-то кусочки оставаться сверху. То засыпано оно будет грудками. Но в земле может быть какой-то полоса все-таки не так обработана хорошо. Так, где редуктор? Так вот, вот это вот такой вот клиночек пятка. Она расклинивает, а потом она перебивается по бокам и обратно все засыпается. И уменьшает еще возможность. Можно было бы сделать и культиваторную лапу стрельчатую. Так, можно было бы сделать даже две культиваторных лапы таких с подрезом на двух уровнях. Но в принципе, посмотришь работу фрез. Вот. Все нормально обрабатывает. А не хватает и этого. Вот. Это даже если они идут без вот таких специальных центральных штук. Так что вот такая штукенция. Вот она у меня в гараже. Доделана. Кстати, вот еще и плуг. Тоже различный регулируемый с колесом. Колесо там сейчас не прицеплено. Дальше есть и колесо у нас. Вот. Ну, с плугом еще позже. Раньше. Вот сейчас кое-что у меня есть, где надо не глубоко, но пройтись фрезой. И мы ее завтра буквально испытаем. Вот так доделано. Чтобы и меньше оставалось серединной полосы. Для этого загнутые лепестки, соответственно. И вот эта пятка расширена до 90 сантиметров. Вот. А, чтобы расширить здесь же края бляшки, которые не пускают. И чтобы эти фрезы загнутые не лупили по этим краям. Ну, сначала думал, что придется мне что-то дотачивать. Потом обнаружил. Видите, какая полоса здесь чистая. Оказалось, что вот эти отверстия, они прикручены с запасом. Есть уже готовые. В ней уже готовые отверстия, которые можно прикручить. По ним же раскрутил, прикрутил дальше. И здесь добавилось 3-4 сантиметра. С другой стороны 3-4 сантиметра. И все нормально. Эта лопасть до края не достает. И все будет место. Если земля грязная, налипающаяся, то лучше, чтобы место было. А так, вот эти новые лопасти, видите, они достают почти до самого верха. Потому что они длиннее. Но они мне нравятся куда больше. Сама фреза, кстати, кривовата. Потому что как я ее не надевал, посмотрите. Эта лопасть ниже, это выше. И все следующие идут. Идут со смещением. Вот так сделана почему-то внешняя фреза. Видимо, кто начал ее варить, тот не учел того, как она там будет надета. Я надевал. Надеваешь, либо так будет смещение, она будет гораздо ниже лопасть, либо выше. Как ни крути. И полностью перекручивал. Просто она такая сделана. Но, ну это значит будет, что она будет немножко люфтить влево-вправо. Это не нравится. Но, как уж будет, так будет. В любом случае, хорошо, что оно есть. И здесь сзади будет цепляться. Завтра я забираю с почты. Уже не делал сам, а заказал. Каток. Значит, не колесико, а именно каток, который будет сзади еще эти грудки рассыпанные. И хорошенько так выравнивать. Вот. И больше каток точный. Потому что колесо, особенно если оно узкое, оно может где-то больше провалиться, где-то меньше. Особенно если ты идешь по неровному полю, то будет то больше глубина, то меньше. А каток, он широкий, на метр. И он будет уже точно задавать глубину. Ну, завтра сработаемся. Завтра, послезавтра где-то будет видео, по идее. И я покажу результаты первой работы. Вот этим вот 12-ти варшавным мотоблоком. Ну что, я рад поделиться с собой с вами некоторыми вот этими подготовительными вещами. И тем, что из этого получилось. Ну, а саму работу, конечно, ждем уже самому не терпится. Скорее, хоть пару дней без дождей, чтобы влезть в окорутое что-то уже делать. Завтра начинаем. Чуть позже будет видео. А так все. Всем пока. С вами был Леонид Котвицкий. Продолжение следует.